Он В первую и ясную погоду он шел к пруду, и страшный, как всегда. И посторонним не было прохода, едва он появлялся у пруда. В сопровождении преданных матросов, коварный, как пиратский адмирал, мальчишек бил. Девчат таскал за косы и чистые тетрадки отбирал. В густом саду устраивал засады, играя там с ребятами войну. И как-то раз увидел он из сада девчонку незнакомую одну. Забор вкруг сада был довольно ветхий. Любой мальчишка в дырке проходил. Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки и девочке дорогу преградил. Она пред ним в нарядном платье белом стояла на весеннем ветерке с коричневым клеенчатым портфелем и маленькой чернильницей в руке. Эх, сейчас мелькнут разбросанные книжки, не зря же его боятся, как огня. Вдруг она сказала. Там, мальчишки, ты проводи, пожалуйста, меня. И он, от изумления не имея, совсем забыв, насколько страшен он, шагнул вперед и замер перед нею, ее наивной смелостью сражен. А на заборе, дряхом повисая, грозя сломать немедленно его батага, адмиральская, пасая, глядела на героя своего. Легли на землю солнечные пятна. Ушел с девчонкой рядом командир. Подчиненным было непонятно, что это он из детства уходил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok